Ставшей уже классической демонстрацией собаки. Кто любит Битлджуса? Я люблю Битлджуса. А любите ли вы Битлджуса? Напишите в комментариях. Всем привет! С вами снова я, мастер-гружка смешанной техники и преподаватель курсов по их созданию Екатерина. И сегодня я хочу с вами просто поболтать. Я вообще хотела сегодня снять видео, которое я очень давно обещала своим партнёрам, официальным представителям Сорнит в России. Но, к сожалению, я поняла, что у меня нету прям непосредственно моральных сил, чтобы это сделать. Поэтому я решила с вами поговорить. И поговорить я хочу о такой очень важной сейчас теме для нас, для художников, о том, где же всё-таки продавать свои работы. Потому что, как мы знаем, сейчас в мире очень тяжёлая ситуация. И, к сожалению, Этси был полностью заблокирован для русских художников, для русских кукольников, для авторов чего-то другого. Огромное количество авторов, огромное количество художников выставлялись только на Этси, продавали свои работы только на Этси, работали только за счёт Этси, получали деньги только за счёт Этси. И сейчас многие из них, по сути, в растерянности. Это видео я хочу посвятить всем этим художникам. И даже не то, чтобы дать им советы, а скорее рассказать о своём опыте, того, как я переживала сложные времена, и как я продавала свои игрушки, когда у меня не было Этси-магазина. Тогда я была совершенно начинающим автором, и я вообще не знала, что игрушки можно продавать где-то ещё, кроме как на территории России. Но помимо этого я расскажу также и варианты того, как можно продавать игрушки и за рубеж. Это касается, конечно же, не только игрушек, это касается картин, украшений, вообще любого хендмейда, каким вы занимаетесь. Я говорю игрушки, потому что для меня это просто более актуально. Я автор игрушек, я продаю, соответственно, игрушки. Прежде всего хочу сказать, как я продаю игрушки прямо сейчас. Я думаю, это будет наиболее актуально, потому что это как раз-таки то, как работаю я, каким образом я сумела сохранить свой бренд во время этой кризисной ситуации. Я не только делаю игрушки, но и делаю курсы. Я даже не могу сказать, что мне повезло. Просто я не складывала всё в одно какое-то место. И поэтому, кроме создания игрушек, я развивала ещё и свои авторские курсы. По сути, сейчас я максимально переключилась скорее на создание курсов, потому что курсы, они всегда были для русскоязычных, и они всегда были у меня внутри России, и у меня большее количество покупателей моих учеников, покупателей курсов, я имею в виду, и моих учеников, они находятся на территории России. Поэтому я, по сути, максимально переключилась именно на курсы. Но, тем не менее, игрушки, я продолжаю игрушками заниматься и продолжаю их продавать. По поводу того, пострадал ли я, в принципе, от отключения Эдси. Да, безусловно, я пострадала, это абсолютно точно. Большинство моих покупателей игрушек были зарубежные покупатели. Покупатели живут, например, на территории Америки и Канады. И после того, как Эдси перестал работать для России, покупатели из Америки и Канады, по сути, перестали покупать. Дело даже не в том, что нет возможности вообще. Возможность есть, и она даже не одна для них оплачивать. И я о ней в дальнейшем расскажу. Просто американцы и канадцы не очень любят оплачивать на каких-то странных сайтах. И не очень любят, когда у них нет защиты покупателя, которая позволяет им получить деньги в любой момент обратно. Эту защиту давал PayPal, и Эдси тоже давал какие-то свои гарантии. А теперь их нет. И поэтому они просто боятся. Плюс еще, конечно, они боятся, что посылка не дойдет быстро до их страны или потеряется. И это тоже абсолютно понимаемо, потому что, конечно, авиасообщение между Россией и Америкой и Канадой сейчас под вопросом. Нельзя сказать, что оно не работает. Авиасообщение продолжает функционировать, посылки продолжают приходить. Сейчас даже очень многие посылки приходят супербыстро, чему я удивлена. Но все равно, мало ли что, то есть в любой момент эта ситуация может как-либо поменяться. Поэтому, конечно, это несколько пессимистично настраивает моих покупателей. И да, естественно, они практически не покупают. То есть количество моих продаж за рубеж, оно сократилось, наверное, процентов на 80. Однако эти продажи все еще происходят. А как же я их делаю? Если вы не слышали, существуют определенные ресурсы, которые до сих пор позволяют из-за рубежа облачивать русским авторам. И один из этих ресурсов, которым конкретно пользуюсь я, это ресурс Boosty. Вот здесь я его покажу примерно, покажу, как он выглядит и расскажу о его функционале. Каков функционал Boosty? Boosty это, по сути, платформа для поддержки авторов, которая очень похожа на Patreon. Создана она русскими для русских авторов. Но в чем очень большой плюс? Boosty каким-то абсолютно волшебным образом, я точно не знаю каким, сохранил возможность получения денег из-за рубежа при помощи Paypal. То есть человек, который хочет поддержать тебя на Boosty, он может зайти туда, зайти через свой Google аккаунт, нажать оплатить и оплатить тебе. Единственное, как бы ремарка, заплатит он в рублях. Это важно. Поэтому просто знайте об этом. И, конечно же, Boosty берет свою комиссию. Но для людей, которые привыкли оплачивать через Paypal, для иностранцев, это невероятно удобно. И просто супер, что есть такая возможность. Минус у Boosty, который я вижу. Во-первых, Boosty не подразумевает продажи. То есть сам по себе сайт сделан так, чтобы люди на нем скорее получали безвозмездный донейшн, чем чтобы они что-то продавали. Поэтому для того, чтобы что-то продать, я делаю закрытый пост. И в этом посте пишу, что этот закрытый пост на самом деле это игрушка, что игрушка стоит вот столько-то, и после этого человек может ее купить. Но многим людям это супер странно, супер неудобно. Плюс еще сайт на русском. И иностранцу, чтобы перевести его, нужно сначала кликнуть внизу. Там есть такая маленькая штучка. Вот здесь тоже покажу. Типа перевести на английский. Тоже не все до этого доходят. Да, и вообще, повторюсь, странные сайты с отсутствием какой-либо поддержки на родном языке покупателя. У многих очень европейцев и американцев это вызывает, ну, такие эмоции. Поэтому могу сказать, что Boosty это абсолютно точно не альтернатива Etsy, но он позволяет принимать платежи. И если у вас есть какой-либо покупатель, который знает о вас из других ресурсов, очень сильно хотел купить вашу игрушку, но не знает, как это сделать, вот, пожалуйста, это рабочий вариант. Он до сих пор рабочий. Что еще существует? Еще существует замечательный сайт, который сделан также русскими, но за рубежом. Это сайт Daily Doll. И еще они недавно запустили свой второй сайт, на котором вроде как только живопись. По-моему, только живопись, если я не ошибаюсь. Но могу ошибаться. Повторяюсь, это не какое-то суперинформативное видео, а скорее желание вот так вот с вами поболтать. Я на этот Daily Doll в итоге не пошла. Я там свои работы размещать не стала. Сейчас объясню, почему. В общем и целом, ребята молодцы. У них даже есть чат в Телеграме, где они оказывают практически, я уж не побоюсь это слово, круглосуточную поддержку. Они постоянно на связи с авторами, которые размещают у них свои работы для продажи. Но что мне конкретно не понравилось? Во-первых, мне кажется, что плюс-минус, но там достаточно мало покупателей. Я изучила какое-то количество информации и поняла, что, да, действительно, во-первых, сайт еще молодой. Они сейчас стараются активно заниматься рекламой, но покупателей еще недостаточное количество для того, чтобы я вкладывала в это какие-то свои существенные ресурсы, свое время. И я решила как бы на Daily Doll, собственно, не идти. Вы можете почитать про него сами побольше, посмотреть больше информации. Просто знайте, что есть такой сайт. Он также принимает деньги от зарубежных покупателей, и они также выплачивают. Единственная ремарка, не уверена, что сейчас, естественно, так. Но на тот момент, когда я про него читала, они отсылали деньги авторам только в тот момент, когда посылка достигает адресата. Вот такая вот была история. Это мне тоже немного не понравилось, и поэтому я тоже в том числе решила на этом сайте ничего не размещать пока что. Но давайте как-то отойдем от наших замечательных зарубежных покупателей и вспомним про наших замечательных российских покупателей. Если вы думаете, что в России такой кризис, и настолько нет денег, и никто ничего не покупает, на самом деле вы немножечко все-таки неправы. Я искренне считаю, что люди, которым нужны авторские вещи, и которым нужны вещи, сделанные вручную, вот этими вот всякими нашими руками, они будут всегда, и какой бы кризис ни был, все равно будут люди, которые будут это покупать, которые будут это ценить, которым будет это нужно. Вопрос только в том, сколько будет этих людей. Потому что, к сожалению, как раз-таки чаще всего кризисы, они скорее способствуют сжатию самой ниши, то есть она начинает меньше развиваться, потому что все-таки спрос становится меньше. Я бы даже не так сказала, нет, что скорее спрос не растет просто. То есть предложение есть, и оно присутствует, но спрос, он просто не увеличивается. По причине финансовых затруднений огромного количества людей. Поэтому я считаю, что покупать будут всегда, и другое дело, что, конечно, конкуренция будет больше на рынке. Особенно если это рынок, который несколько инкапсулирован, и в котором в основном он немножко там сам на себе, внутри страны. Но тем не менее, первый вариант, который выбрала конкретно я, и который мне очень понравился, это вариант продвижения своих товаров через группу ВКонтакте. Почему? Потому что у меня уже была группа ВКонтакте. Если вы на нее не подписаны, вы можете на нее подписаться. Вот сюда. Плюс потому что, в принципе, ВКонтакте обладает до сих пор, что самое интересное, достаточно бюджетной по стоимости и при этом очень хорошо настраиваемой рекламой. То есть мне всегда нравилась реклама ВКонтакте, в отличие, например, от того, как реализована реклама на Фейсбуке, где просто было огромное количество всяких ужасных непоняток. То есть ты заходишь туда, там какие-то вот эти вот все... Во-первых, в принципе, очень для меня неинтуитивно понятный интерфейс. Потом куча всяких вот этих вот настроек. Очень много настроек, которые обычному пользователю, типа меня, вообще не ясны. То есть я бы все-таки сказала, на самом деле, что кабинет на Фейсбуке, это, возможно, все-таки для профессионала больше, чем для такого вот рядового какого-то индивидуального предпринимателя. Но я читала, что даже профессионалы от этого кабинета Фейсбука на самом деле плюются. Поэтому, ну, такое... Продолжение следует...